И вот шокирующее открытие для всех, кроме меня. У Блэк Рок нет всех биткоинов. Доброе утро, добрый вечер, добрый день, где бы вы ни были, когда бы вы ни были. Спасибо за просмотр моих видео. Меня зовут Давинчи Джереми. Я здесь, в Дубае. Надеюсь, у вас все хорошо. Вау, знаете, крипта — это все о деньгах. Кто имеет деньги, кто имеет власть, и кто лучше всех играет на этом шахматном поле в этой игре. И вы знаете, парни на вершине. Они знают, что делают. И мы собираемся обсудить это и многое другое в сегодняшнем выпуске, а также займемся TA и трейдингом. И если вас интересует трейдинг, у меня есть для вас бонус, верно? Вы можете зарегистрироваться на Двубит и затем получить один месяц бесплатного доступа к моей частной группе. Эта акция будет действовать месяц. Так что убедитесь, что вы зарегистрируетесь и получите один месяц бесплатного доступа к моей частной группе. Когда вы зарегистрируетесь на 2bit.davinci15.com, ссылки в описании ниже. К тому же у меня есть магазин мерча. Так что если вас интересует получение, знаете, футболки под 5x5 или I told you so, вы можете сделать это на кружке. Ладно. Монета Waffles все еще вафлит. Мы переименовываем это в Waffle J15. Waffles J15, конечно. Почему бы и нет? Это мой код. Из-за, знаете, Twitter просто ведет себя как хулиган. Они хотят 12000, чтобы исправить проблему с этим приостановлением Waffles на салон. Я такой, что? Что? Вы, должно быть, шутите. Так что я создаю новый аккаунт и меняю бренд всего этого, беру больше контроля над ним. Окей. У BlackRock, возможно, нет один к одному обеспечения. Их ETF на биткоин и Coinbase играет в их игру. Транзакции записываются вне цепочки и в наличных. Весь этот биткоин – фальшивые доллары США. Говорил ли я об этом в самом начале, когда мы говорили об ETF и о том, как это будет работать, особенно, когда они показали вам, как человек может… Знаете, они могут хеджировать это, таким образом уберегаясь от убытков, используя рынок фьючерсов, который дает им доллары. И это все чушь, это все наличные чушь. Так что им ни о чем беспокоиться. О, держали ли мы настоящий биткоин? Нет. Мы могли держать фьючерсы, потому что… Что они должны людям, которые владеют ETF на биткоин? Должны ли они им биткоин? Пожалуйста. Дайте мне услышать это. Дайте мне. О, верно. Они должны им доллары. Так зачем им на самом деле держать настоящий биткоин в чертовом ETF? Это не имеет смысла. Никакого. Ноль. Они хотят подавить цену, чтобы они могли использовать деньги, которые они зарабатывают с вас, покупая ETF, чтобы купить настоящий биткоин. Ну, как вы думаете, вы… Ну, у меня есть явное воздействие. Да, и весь зал, который вы делаете. Вы получите стоимость ваших долларов, потому что они могут печатать столько, сколько хотят. И да, будут рады это вам дать. Сколько вам нужно. О, черт. В любом случае, двигаясь дальше, анализируем владения биткоинами правительства США. Что вам нужно знать? Окей, знаете что? Я не знаю эту статью, я прочитал эту статью, они говорят о Silk Road, Bitflex и всем этом. Но они продали эти вещи. Они вернули их. Я не знаю, о чем черт возьми, говорит этот парень, но он заключается в том, что текущие уровни владения биткоином среди правительства США и сущностей ETF представляют потенциальный риск. Восприятие биткоина как актива, находящегося за пределами контроля государственных сил или крупных финансовых институтов. Правительство США владеет более чем 1% предложения биткоина, оцененного более чем в 13 миллиардов долларов, в то время как эмитенты ETF на биткоин контролируют 50 миллиардов долларов, что составляет более 4% предложения биткоина. Эта высокая концентрация владений оспаривает нарратив о децентрализации биткоина и может повлиять на динамику рынка и поведение инвесторов в будущем. Так что вы говорите, если правительство владеет каким-либо биткоином, это плохо для биткоина. Это как сказать? Потому что правительство владеет золотом, это плохо для золота. Ладно. В любом случае. Я должен признать, да, знаете, они будут пытаться управлять ценой и так далее. Да, да, да. Все такое, потому что они не хотят потерять возможность печатать деньги, конечно, да. Но в конце концов они проиграют. Они проиграют, потому что актив фиксирован в предложении. Золото не фиксировано в предложении. Так что у них есть возможность играть в игру. Но с биткоином предложение фиксировано. Так что люди будут использовать эти доллары, чтобы убрать предложение из существующего предложения, делая это все труднее и труднее для них играть в эту шахматную игру. Да, они будут пытаться ограбить людей и так далее по пути N. О, в конце концов, они проиграют из-за фиксированного предложения. Хорошо, если вы получили чек стимула в 2020 году и вложили его в биткоин и подождали, вы получили 12 тысяч долларов. Как этот стимул стимулирует вас? Да. Или вы стимулировали Амазон вместо этого. Может быть, Тесла. О, да. Может быть, NVIDIA, потому что вы хотели самую последнюю и лучшую видеокарту. Надеюсь, вы стимулировали биткоин. Хорошо, законодатели США ввели законопроект о демонтаже Совета Управляющих Федерального Резерва и упразднении Центрального Банка и Федерального Резерва. Вслед за опросом политиков представитель Томас объявил о введении HR 84-21, известного как «Закон об упразднении Совета Федерального Резерва». Этот закон направлен на демонтаж Совета Управляющих Федерального Резерва и закрытие его филиалов по всему континентальному Соединенным Штатам. Вы заметили, что все плохие политики, которые вступают в игру в Соединенных Штатах, не имеют такого названия «Ингстайн» как «Закон о патриотах». Вы знаете, что это не получает голосов. Так почему бы вам не придумать название типа «Я не знаю, закон о богатстве Соединенных Штатов»? Где? Мы останавливаем федералов, чтобы люди могли на самом деле сэкономить деньги и сохранить богатство и наблюдать, как оно растет, вместо увеличения через инфляцию. Как насчет этого? Это лучше название, потому что тогда им будет сложнее голосовать против этого. Ладно. Сказано это, двигаясь дальше. Финансовая некоммерческая организация – лучшие рынки. Одобрение ETF на эфир на месте угрожало бы более широкой финансовой системе. Да. О, черт. Phantom Wallet поднимается в чартах магазина приложений Apple. Бычий знак для Солана. Да, я должен признать, верно? Говорю вам, ребята, что это бычий рынок для мемных монет и токенов на Солана. Не упускайте это. Вам лучше держать Солана. Вам лучше держать. Вам лучше искать мемные монеты, которые вы можете купить. Будет забег эпических размеров, и будет много новых миллионеров, если вы просто... Знаете, затяните пояса и найдите мемы, которые будут бежать, потому что они будут бежать сильно. Сильно в будущее. И, надеюсь, Waffles будет одним из них. Мы будем работать как можно усерднее. Так что убедитесь, что у вас есть немного Waffles и немного мемных монет, потому что... Чувак, это будет эпическое путешествие этим сезоном. Хорошо. Направляясь. К биткоину, да, биткоин, я был убежден, что он пойдет вниз, но если мы вышли из этого треугольника, я сказал, если мы выйдем, вот что мы собираемся делать. И мы идем прямо к отметке в 70 тысяч долларов. Если вас интересует трейдинг, не познали, можете ли вы здесь войти? Я бы не стал делать это с биткоином, конечно. Вы можете видеть, что это явно остановка, это здесь ловушка стоп-лосс. Я бы искал, да. Вот оно, я имею в виду, давайте. Они снимут это дно и убедятся, что, знаете, может быть, вы получите немного ордеров на покупку в этой области в районе 65-500, заберут вас до 70К или даже 71К в вашей сделке. Так что простая сделка будет выглядеть примерно так, входя просто чуть ниже этого И. Затем, принимая только небольшой риск, менее 2%, конечно. Это идет чуть выше 2% здесь. Вот оно, 2%. Давайте посмотрим, получаем ли мы 1 к 1 до 70К. Да, мы даже получили 2 к 1. Посмотрите на это, у нас здесь 2 к 1. Так что вы даже можете сказать, хорошо, это падает, поднимается, мы получаем его до 2 к 1, переходим к стопу на безубыток или на полпути, бум, вы можете взять это все путь, чтобы получить, даже до 4 к 1, вы можете пойти до 4 к 1 чуть ниже, э-э, чуть ниже 71К и бум, вот оно. Это красивая сделка. Я думаю, что вы должны взять ее, надеюсь, вы взяли сделку с Этериум. Помните, я говорил вам не торговать, не идти в длину здесь. Это было, это был правильный путь и очистить ваши шорты. Конечно, если вы были в шорте и бум, вот оно. Этериум взлетел. Так что делать теперь? Этериум. Не любит делать много стопранов, и он уже перепроверил некоторые уровни поддержки здесь. Предыдущие уровни поддержки, которые были на самом деле ранее сопротивлением. Теперь он прорвал это сопротивление и перепроверил это сопротивление, и бум, он взлетел. Так может ли он снова проверить сопротивление? Я думаю, что вы должны подождать это на всякий случай. Не входите в длину здесь. Шансы, что он проверит это сопротивление, низки. Так что не ожидайте многого. Знаете, я думаю, у вас есть, но у вас есть как минимум плотный процент здесь. Вы можете пойти на 1% и потерю 1%, а затем, знаете, легко, легко. 2 к 1 легко взять, чтобы добраться, даже до более высокого уровня. Так что похоже, что мы, вероятно, снимем следующий уровень сопротивления. Так что вы можете просто пойти ниже следующего уровня сопротивления, немного стесняясь, и, может быть, 5 к 1. Посмотрите на это. Красиво. Цель. Так что это то, что вы ищете, чтобы торговать на следующей неделе. Может ли это взлететь сегодня? Да, вероятно, может. Итак, но вы должны отпустить это. Если вы не в длинной сделке отсюда, вы должны отпустить это. Если вы не из длинной сделки с этого уровня, вам в основном нужно отпустить это. И так оно и есть. Хорошо. Ну, надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Надеюсь, вы чему-то научились. Надеюсь, вы получили преимущество на рынке, зная, что нужно купить немного биткоина или купить немного мемных монет на летнем ралли, потому что оно приближается. Оно приближается. Новости говорят вам. Я говорю вам. Оно приближается. Теперь, надеюсь, вы затянете пояса, научитесь, купите правильные криптовалюты и заработаете деньги этим летом. Пока.